Победителей школы Пресс-2014 назвали в минувшие выходные в Новочебоксарске. Инициатором межрегионального конкурса школьных газет является издание «Грани». В республике он проходит уже в восьмой раз, но впервые под эгидой Мининфорполитики Чувашия и впервые настолько широко. Конкурс значительно расширил границы и количество участников. Это почти все по Волжье, Тюменская и Самарской области, Краснодарский край и не только. Юнкоры из 21 региона страны прислали свои работы в Чувашию. Ольга Григорьева встретилась с участниками школы Пресс-2014. На церемонию награждения на Чебоксарскую музыкальную школу смогли приехать только школьники республики. То ли погода скорректировала планы, то ли дорога дальнее напугала. Главный критерий оценки в школе – Пресс-самостоятельность. Потому что были и в прошлые годы газеты, которые выпускают учебные заведения, на выпуски которых участвуют либо преимущественно взрослые, либо только взрослые, либо при малом участии детей. Для нас же важно было, чтобы в этом процессе были задействованы именно ребята. Чтобы они писали, чтобы они снимали, чтобы они верстали, чтобы они, может быть, каким-то образом макетировали эти страницы. Перед долгожданным моментом, когда в Большом зале назовут имена победителей, мастер-классы, чтобы узнать о тонкостях газетной и интернет-журналистики, формат у каждого мастер-класса свой. Где-то предпочитают более официальную обстановку, где-то придерживаются свободного стиля. Мы хотели, чтобы дети были в нашем круге со всеми. Мы поэтому посадили всех рядом с собой. Мы хотели, чтобы атмосфера была как можно проще, как можно интереснее для нас в общине. Ответить на вопрос, что такое хэштег для большинства собравшихся на мастер-классе по интернет-журналистике не представляет труда. А вот как написать так, чтобы к тебе пришли за одним только словом и не пропустили в бездонном море информации именно твою? Куда сложнее. Разобраться в азах журналистики помогают те, кто сам уже долгое время в профессии. Журналисты местных и федеральных СМИ, которых успели удивить юнкоры. Народ собралось много. Я думал, будет человека четыре, а их было сорок четыре, если не больше. Это во-первых. Во-вторых, понравились вопросы. То есть ребята задавали уже вопросы по делу, абсолютно профессиональные, абсолютно нормальные. То есть интересовала и этическая точка определенных вопросов интернет-журналистики и, скажем так, технические какие-то моменты. Абсолютно на всех мастер-классах общение проходит легко. Здесь открыто делятся мнениями. Порой не соглашаются и опровергают. Но с блеском в глазах говорят и слушают. Мотают на уз. Ведь чужой пример другим наука. Самая распространенная ошибка, самые распространенные, вот все пытаются копировать уже существующее издание. То есть взрослое издание. Первая страница официальщина. Директор что сделал, директор куда поехал, с кем встретился. Вам же интереснее читать о себе. До церемонии награждения имена победителей школы пресс держатся в секрете. Наконец, заветный час наступает. Министр информационной политики Чуваши своим напутственным словом открывает торжество, желая ребятам постоянства в стремлении быть лучшими. Даже если кто-то из вас не станет журналистом и никогда не скажет свою жизнь с журналисткой, все равно вы никогда не пропадете. Потому что вы активные, вы ищущие, вы интересующиеся, вы не безразличные. Вы лидеры. Чтобы стать победителем и получить награду школы пресс, редакция школьной пары из Маргаушского района проделала долгий путь. А на нем были и другие победы. Лично я, если говорить о себе, то я пишу о проблематике именно самих детей. О том, что их интересует, о том, что они хотели бы узнать. Часто я затрагиваю такие большие проблемы, как взаимоотношения родителей и детей. На церемонии чествует абсолютно всех участников конкурса школы пресс. Каждый должен уйти отсюда с настроением и настроем, чтобы впредь строчить шедевры сначала в школьной, а потом, возможно, и федеральной газете. Ольга Григорьева, Андрей Шоклев, Республика.